Привет! Сегодня я хотел бы сделать довольно-таки серьезное видео, и это не будет веселое видео, потому что я захотел сделать серьезное видео, поэтому поехали! На самом деле я бы хотел с вами поговорить немного о Боге. Да нет, ладно что-то. Зачем я это сказал? Итак, сегодня я хотел бы поговорить сначала о основах, на чем держится Хардстоун, и потом перейти к теме данного видео, о котором я придумал рассказать. Первоначально очень важно понимать то, что Хардстоун состоит на трех, можно сказать, слонах, черепахах, стержнях, отраслях, называй как хочешь. Первое — это непременно рандом. Ну, понятно, тут рассказывать не о чем. Второе — это колода. Как она создана, манокривая, хорошие там карты или нет, работает ли она в мете или нет. Очень много факторов, это понятно. Но третье, самая основная, как я считаю, самая большая и самая важная часть Хардсона, отрасль, можно так сказать, да, это механика игры, то есть понимание, что вообще там творится, блин, как разыгрывать карту, когда не нужно разыгрывать, может быть, когда идти в лицо, всегда в лицо, может быть, не надо, может быть, засейвить надо, может быть, нужно тапнуться, получить дополнительную карту или положиться на рандом, когда все плохо. Об этом я и хотел с вами поговорить, потому что эту отрасль можно развивать практически бесконечно. Это как бы скилл, опыт твоей игры, да, то есть от Сильвера до Глобал Легенды, как называй, как хочешь. И в этом никакие советы не окажутся лишними, если только вообще от отбитого дегенерата. Ладно, все, хватит болтать, ближе к сути. Сегодня я хотел бы поговорить о том, когда выгодно выложить, разыграть ту или иную карту. На очень простом и практически постоянном примере двух частых карт, как Йети и Крошер. Казалось бы, две одинаковых карты за четыре маны, что может быть сложного? И какая из них круче? Вам решать, тире, батл, да ладно. У каждой карты есть свои плюсы, свои минусы, стратегические преимущества, недостатки и так далее. Можно, конечно же, разделить на арену и ранкет, что я и попытаюсь сделать. Как вы могли заметить, в ранкете, то есть в ладере, практически не используются Йети. И сейчас в основном используются пилотируемые Крошером. Почему же они пришли на замену Йети? Казалось бы, у Йети больше жизни, и он может сделать выгодные размены, да, и так далее. Его можно отхилить, он будет крутым существом. Но у Крошера есть больше стратегических преимуществ. На то, чтобы убить Крошера, то есть счистить его полностью со стола, нужно потратить как минимум два действия, две карты, да, допустим. Немату и разменяться, либо разменяться и оружием, либо двумя существами разменяться, да. Это очень невыгодно своему оппоненту, и тем самым ты навязываешь потихоньку игру. К примеру, если противник использует какое-то заклинание, да, допустим, ледяная стрела. Окей, ты думаешь, у него одна ледяная стрела сейчас использована, значит, у него как минимум, то есть как максимум, еще одна стрела осталась. Или, и не факт, что она у него в руке. То же самое с нематой. Если он потратил сову на твоего Крошера, то это значит, что у него максимум осталась еще одна сова. И не факт, что она у него в руке, и ты можешь навязывать игру на том, что у противника нету немоты. И тем самым выигрывав за счет существ сильными эффектами. Как-то так. Казалось бы, Йети побеждает, то есть проигрывает Крошеру. Крошер явный чемпион над Йети, и на этом можно закончить все. Но на арене дела обстоят совершенно по-другому. Вот тебе, кстати, обычный пример. У меня стоит Йети на четвертом ходу. У него только Крошер на четвертом ходу. И тут абсолютно патовая ситуация. То есть одинаковая. Если он ударяет сейчас Крошером, максимум, что из него может выпасть, это 4-4 Милхаус Монашторм, которого я спокойно убиваю в своем Йети 4-1. И поэтому ему нету смысла бить по моему Йети. То же самое, как и мне по нему. На четвертом ходу, при условиях то, что у меня один Йети и у него один Крошер, ситуация абсолютно одинаковая. Но представь себе ситуацию, если бы у меня было бы какое-то существо дополнительно. Допустим, обыкновенный огненный бес. Да, там у чернокнижника есть такие 3-2 существа. И если бы им я разменялся с Крошером, у которого 3 жизни всего лишь, то это было бы крайне выгодно для меня. Давай с тобой посчитаем просто по кристаллам маны. Считать кристаллам маны очень весело и полезно. Сам Крошер стоит 4 маны. Огненный бес стоит 1 ман. Допустим, Крошер разменивается с огненным бесом. То есть от стоимости Крошера за 4 маны мы отнимаем 1 ману. То есть остается неиспользованное 3 единицы маны. Учитывая, что из Крошера после смерти выпадает существо за 2 маны, то можно сказать, что 2 маны из 3 неиспользованных используются. Окей, но 1 единица маны остается неиспользованной. Это и есть преимущество, которое Крошер теряет перед Йети. Йети же такой херни не делает. И оно выдерживает спокойно удары маленьких огненных бесов. Поэтому можно с уверенностью сказать, на четвертом ходу Йети проигрывает Крошера по этому параметру. Ну вот как раз таки в лейте, в поздней игре Йети проигрывает Крошера. Почему? Потому что тогда уже начинают идти большие существа и хорошие заклинания, с помощью которых ты можешь уничтожить сразу существо. Например, фаерболом ты можешь уничтожить Йети, да? Но так просто Крошера не убьешь. И как минимум нужно потратить либо 2 карты, либо не мату и карту, либо размениваться дважды. Поэтому в лейте на арене Крошера все-таки побеждает. Да, в этом баттле Крошер побеждает, но на арене в ранних ситуациях Йети явно выходит чемпионом. Поэтому это очень важно следить, когда стоит выкладывать какое существо. Поэтому итог всего, что я рассказал, можно тупо сказать в одну фразу. Йети лучше на четвертом ходу, чем Крошера, ёпта. В остальных случаях Крошера, ёпта, круче. Да, почему я сразу это не сказал. Но на этом все. Главное, что я вам рассказал про всю эту механику, про все эти штуки очень важные. Надеюсь, вам хоть что-то отложилось в голову и было интересно. Напишите в комментариях, может быть, еще что-нибудь вам такое снять. Увидимся. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...